Здоров, Кембер. Погнали посмотрим видосчик. Так вот, я ждал долго выхода пиратки, не дождался, потому что эти крякеры дрочат там откровенно уже. А, погодь, подожди. Вот, теперь нормально. Кто? Какой мудак? Какой мудак? Решил, что автопереключение качества – это отличная идея. Что это шикарная идея, которую надо ввести в YouTube. Особенно на телефоне. Вот знаете то самое чувство, когда вы включаете качество 1000, а вам на автомате все равно переключается ниже. Ты, сука, заходишь опять в настройки, переключаешь 1080 качество, а у тебя все равно качество не меняется. Ты сидишь такой и не можешь понять. Что за говно? Вот и на компьютере тоже прикол. Автопереключение. Второй день пришлось залить в свой карман. В моем кармане редко что-то бывает, кроме моих же яиц, которые я почесываю через дырку, которые уже протер. Так что я надеюсь, что эта игра меня не разочарует, потому что в противном случае меня ночью задушит моя жаба. И, не знаю, я, наверное, покончу с собой. Я согласен. Я не уверен, что она стоит своих денег. Быть монахом. Я не хочу быть амнистированным зэком в галлимой броне. Никогда ни в какой армии мира зэков хорошо не вооружали, поэтому кому они тут втирают, что в набор входит хороший меч, ха-ха, драчуны не брезгуют никакой порнухой, потасовкой. В любом случае, наш поиск ананаса скоро завершится. А, антанаса. Не, давайте ананаса лучше. Блин, интересно, этот разработчик придет потереть мою попку вечером, если я сам не смогу? Что за нахер обучение такое? В Дарк Соулсе никто ничему не учил. Вот ты, вот враг, бейся. Второй важный момент в бою организованный. Блядь, идите нахуй. Блядь, я что, блядь, в армию пришел? Что за организованность, хуёванность? Блядь, по делу можете что-нибудь? Вот есть удар щитом, я его сам нашел. Потому что, блядь, пока дрочное обучение до него дойдет, мне нахуй же волосы на яйцах посидеют, наверное. У тебя кровь идет. Мне насрать, блядь, на его месячные. Как же нам найти ананаса? Не знаю, выживший есть? Блядь, тут одни трупы, что за тупые вопросы? Как открыть дверь? Да у тебя молот в руках, здоровый, господи, почему тут все так? У тебя идет кровь, Касло. Тебе нужны тампоны. Я не затем тебя из тюрьмы вытаскивал, чтобы ты тут на мою месячный любовался. Я не затем... Ага. Тут и повтор. Повтор, смотрите, если не успели прочитать. Вот там. Его зовут Касло. Касло активно косплеит Иисуса. У него есть посох, борода, патлы, усы. Это просто первая дверь в моей жизни, которую я вижу. Блядь, попробуй нажать на ручку, лысый хрен. То есть разработчик позаботился о том, чтобы я к концу игры пошел и купил себе еще и новый джойстик, да? Ну что, стик для меня вещь такая хрупкая. Один джойстик я уже сломал, когда играл в футбол. Хотя, возможно, это дело не в управлении, а в том, что я ебанул его об стол пару раз. Он телепортировался в святую церковь. Господи, это ли не доказательство, что бога даже в играх нет? Открытое достижение, это наверняка смертельно. Нет, слушайте, если главный герой будет так инвалидствовать всю свою игру, он просто долгий, блин, он очень медленный. Это просто невозможно, какой он медленный. Это не может не бесить нормального человека, понимаете, что это, блядь, раздражает. Он с таким, блядь, с такими замахами должен этого, блядь, босса убить в три удара. Но почему-то он, блядь, не хочет этого делать, потому что он, блядь, полный козел. А, блядь. Офигеть, как-то он ударил меня с той жопой ко мне. Мне кажется, я шептуна заблокировал щитом. Офигенно, тут можно про всё, про всё прочитать. Даже, наверное, кто убил Кеннеди в конце будет написано. Это большой-большой секрет. Слушай, мне эта игра больше Dark Sides напоминает, ежели какой-то соус вообще. Офигенно, тут можно про всё, про всё прочитать. Даже, наверное, кто убил Кеннеди в конце будет написано. Пишите, что думаете в комментах, а я пойду подумаю, стоит ли прохать. Да как, блядь, 500 рублей я дал. Конечно, стоит. Кого я обманываю? Просто меня бесит, когда в играх. Вы, блядь, посмотрите, тут двух шагов, сука, нельзя, блядь, пройти, чтобы не найти вот этот ёбаный свиток с текстом. Идите нахуй, блядь. Господа, разработчики, с такой хуйней. С какой можно? Я, блядь, что, сюда читать пришёл или играть? Как-то, блядь, умейте излагать. Ну, сюжет. Подожди, бес. То есть ты говоришь, что сюжет Dark Souls, какая-то ёбань, которая читается через записки, надо саму всё понять, и это сложно. Здесь, в Lord of Fallen, тебе сразу же дают записки, сюжет, можешь почитать, можешь узнать устройство, полностью тебе всё это разжёвывает, и ты тоже недоволен. То есть, подожди, я не понимаю, что ты хочешь. С какой можно? Я, блядь, что, сюда читать пришёл или играть? Как-то, блядь, умейте излагать свой сюжет как-то более кратко, ёмко. Мультив показали, всё, вперёд. Пока шла загрузка этого уровня, а она ещё не закончилась, как вы видите, я уже успел выпить чашечку кофе, подождать, пока мой организм это кофе переработает, и сходить поссать ещё этим же самым кофе, а загрузка всё не заканчивается. Потрясающе. Такое ощущение, знаете, что в этой игре, блядь, открытый мир в масштабе один к одному с реальностью, а не, блядь, коридорная хуйдристика. Ну, что за, блядь, что такое? Пока ты кофе ходил пить, там, стройку только начали. В то время как вот эта хуета, блядь, излагалась уже вся просто, как, не знаю, она, блядь, просто не хочет идти, она ломается, как моя бывшая, блядь. Нет, она не ломалась вообще-то. Ну, короче, я зол, я разгневан, это реально просто невозможно, это безобразная оптимизация. Не знаю, можно ли выразиться оптимизацией, ведь это не перенос консоли, это просто так сделано. Короче, капец. Но, опять же, я знаю, из-за чего это. Из-за, блядь, из-за грёбанного объёмного света, из сраного тумана, которого здесь нарисовали повсюду. Везде летает этот дымок, блядь, который просто трахает мою видеокарту, видимо. Или, я не знаю, или вообще-то разработчик обещал, что здесь любое действие, любое решение будет влиять на сюжет игры и на персонажа. Возможно, сейчас идёт какой-то просто адовый просчёт, блядь, будущей концовки игры. Я не знаю. Но факт остаётся фактом, это логучее говнище. Да, дела тут обстоят реально даже хуже, чем с третьим Дэд Райзингом. Хотя там были полчища зомби, там их были сотни тысяч. Здесь, блядь, два моба ходят, блядь, в одной комнате, и уже такие лаги, блядь, просто ебанистические какие-то. Я не знаю. Я не знаю, блядь, каким надо криворуким хуесосом быть, чтобы, блядь, такое говно делать. Блядь, это просто... Обычно, по-моему, это неизменная тема. Выходит игра, даже если она портируется. И потом её в течение нескольких лет ещё патчами закидывают, чтобы она хоть как-то нормально, стабильно работала везде. Тестят, наверное, на каком-то невероятно особенном железе. Выпускают игру. Это вот прямо особенность... В особенности происходит вот с играми, которые ты покупаешь. С репаками немножко всё попроще. Там зачастую репакеры, опытные репакеры, хорошие репакеры, вырезают ту херню, которая может у вас тормозить, по сути, вообще комп. Фантастика. Тут даже, блядь, кровь не брызгает. Тут никаких нету спецэффектов. Хули тут лагать? Объясните мне, блядь. Господа польские, блядь, долбоёбы. Вы, блядь, чё нахуй эту игру ногами, блядь, программировали, что сидели. Блядь, просто, не знаю, отвратительно. Хуеть можно. А я ведь заплатил вам деньги. Какого хуя всё лагает? Что это, блядь, такое? Мне на каких настройках у вашего говно играть? Моя видеокарта, вообще-то, блядь, даже лучше, чем то, что вы заявили в требованиях для, блядь, в требованиях для самых высоких, там, блядь, как это сказать, то мне уже, блядь, дар речи пропал. А может тебе просто не хватает оперативной памяти? Или процессор ебётся в уши? Просто наглое, она ебалово. Не, просто такое бывает. Некоторые думают, что вот у меня топовая видеокарта. Всё, всё у меня должно охуенно идти. А процессор полный кусок говна, который, блядь, ну, полный кусок говна. Зато видеокарта хорошая. Типа, ну, по логике вещей, я же купил видеокарту хорошую. Знаешь, что меня будут... Я такое просто встречал. Есть такое. Некоторые не думают о моментах, что всё сборное в компьютере работает. Не только от видеокарты зависит. Ой, блядь, ну как так? Я знал, что нехуй, блядь, больше давать деньги. Пошли они, блядь, в жопу. Надо было ждать пиратку. Ёб твою мать. Сука, нельзя, блядь, голосовать рублём за хуёвого разработчика. Да, ну и ведон, конечно, персонажа. Я не знаю. Слушайте, в начале игры такие доспехи эпичные по виду попадаются, что... Что прям вообще, как будто я... Я как будто уже, блядь, одет, как нахер царь-император этого мира просто. Посмотрите, блядь. Позол... Да все персонажи какие-то широкие, какие-то доспехи широкие. Кому-то в Архаммер зашёл. Почные наплечники, белый шёлк, мантия, блядь, с голубым цветом. Щит, блядь, мега зеркальный просто. У него какая-то... Ну, блядь, ты нахуй ещё две недели, блядь, замахивайся, ёпты. Ещё не такой пизды нам с тобой навешивать. Ну, что это, блядь? Да, блядь! Ну, что ты нахуй заебал-то, блядь, а? У тебя сколько там разновидностей этих кастов, блядь? Ты уже магии больше, чем, блядь, гендер белый, нахуй, выучил, я смотрю. Ну, что это такое здесь, а? Давайте посмотрим. Надо разобраться. Ага. Это означает, нехуй тебе тут делать. Блядь, идите нахуй, кто там звонит, блядь. Не знаю, блядь, никогда не узнаешь, ты послал вас нахуй, блядь. Что, кому-то? Что надо, блядь? Какой у него... Ебать! Нет, господи, какой у него трек стоит на... О, господи. Боже мой, я с первой мелодии узнал, что это за херня у него стоит на звонке. Это такой... Просто максимально старческий трек у него стоит. Максимально просто... Ультра максимально. Что, кому-то? Что надо, блядь? Ну и вот теперь, когда мне сбили всю концентрацию своим сраным... На звонком... Сейчас я, сука, сдохну, смотрите. Как бы он по два миньона не начал призывать. Вот что, я волнуюсь. И быстрого, и медленного. Блядь, он это и сделал. Ну, пидорас. Ну, ну, господи, блядь. Ну, кто будет это видео смотреть? Блядь, полчаса убийства босса. Пиздец. Не, почему? Я смотрю. Спустя долгое время. Меня только это волнует. То, что игра хуйня уже давно плана. Просто, когда еще... Значит, он говорит, что я летсплейщ и говно. Я совсем расстроюсь. И здесь дробовик. Я надеюсь. Кхамар какой-то. Я никакого кхамара не... А, вот он. Кхамар. Посох. Урон 6. Это что, наверное? Чтобы, блядь, детей по попке наказывать, наверное, да? Оружие. Не знаю. Я думаю, что самые крутые пушки здесь... вываливаются именно из мобов. Это логично. И у меня уже просто слова заканчиваются. Загрузка. Все. Ура. Спасион. Немножко от черного квадрата от Малевича. Сейчас, сейчас, сейчас. Подождите, сейчас. Должно быть. Просто не хочу монтаж делать. Вот оно. Ура. В следующий раз, блядь, надо будет стихи рассказывать, походу. Я не знаю. Когда я окажусь там? Как мне их остановить? Намеем, ебан. Три аптечки, это лучше, чем одна. Ровно на две, как ни странно. Как вы могли догадаться сами. И где-то потом еще встречу колдуна, который вставит мне... Который мне вставит свою волшебную палочку. Зато я новую песню для бульного придумал. Падают, 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 падают лорды. Он любит хуйню всякую. Падает, падает фпс в лордах. Ох уж этот. И мои, и мои, и мои нервные клетки. Заебе, заебе, заебет эта игра. Но я в нее, я в нее продолжаю играть. Чтобы было кому-то смотреть. Александр Буйнов. Ох, аж эта звезда. А я, кстати, вспомнил, да, там же новая еще вышла. И там, кстати, такой же прикол был. По-моему, тоже с фпсом и с лагами там тоже свои приколы. Помню, когда еще было года два до Олимпиады в Сочи. Один мой друг пришел. Что-то мы с ним разговаривали. Он говорит, слушай, вот видел, да, в Лондоне открытие Олимпиады. Вот там музыканты, певцы, мировые имена. Кто, говорит, будет у нас открывать Олимпиаду? Говорит, Буйнов выйдет, блядь, споет «Я бамбук, пустой бамбук». Ржачно. Но, как мы знаем, уже действительно певцов у нас не... Не-не-не-не. Выйдет Боярский. В таком, знаешь, облегающем костюме. Облегающем кожаном костюме. И споет свою коронную песню. Я не помню, как она там это называлась. Но там прям... Прям Боярский был как шалунишка. Прям и пел такую шалу... Песню шалуна. Советую, но не могу вспомнить, что за песня была. Нашлось на открытии Олимпиады достойных. Даже Кобзона не позвали. Открывал диджей. И закрывал диджей. Со своими тыц-тыц. Из классических фильмов, которые понятны только нам. Приготовься. Да я всегда готов. Давай. А, отходи. Подходи. Ну давай, я тебе сейчас рожу уже схерачиваю. О, боже, да ну нахуй. Да ладно, я гоню, сейчас я худелаю. Даже... О, сундук материализовался. Подарки! Понимаешь, прикол этой игры в том, что она какая-то перенасыщенная. В ней все какое-то гиперлизированное. В ней все какое-то гиперлизированное. Какое-то все такое прям... Ящики невероятно охуенно выглядящие. Там персонажей слишком много. Слишком много всего этого. Хотя по факту смотришь и враги практически похожие. Не знаю, вот как-то... Когда я пробовал в эту игру играть, я вот не смог никак в нее влиться вообще. Ну и лаги, само собой, это прям... Отдельный вид искусства, из-за которого не хочется в это играть. Фу! Ну, что там? Что там? Это, пожалуйста, броня, броня, броня. Не, не, меч, меч. Оглобли великана. Тяпка, новые грабли. Адидасы. Как подойти-то? Ключи от Герендвагена, ну! О, хрепталон, кольцо. Осколок с очком показателя. Ну, осколок с очком может себе оставить. И очко, и осколок. А вот перстень... Перстню мы сейчас отца хрептим. Живая легенда. Тяжелая броня. Уху! Вот он праздник-то где. 49 защиты дает тяжелая хренатень. Ну и весят она просто как самослал. Да, художнику, конечно, чаевые дать вообще не западло. Какие он доспехи придумывает. Знаете, есть такие игры, где самые эпичные доспехи в конце игры так не выглядят, как первые доспехи в этой. Просто капец. Я просто дьявол. Мне похер, что у меня пропадет кувырок. Я хочу... Я хочу быть одетым вот в эти. Ну, меч одноручный, великий владыки, царь, разрыватель. О, кровавый недуг, короткий меч. Смотрите-ка, выпросил все-таки, а? Наплакал, наплакал. Ты не это? Нет, ты не это. Хорошо. Если ты не это, то я тоже не то. Блядь! Охуенно вообще! Вы что, блин? Охуеть! Сейчас, погодите. Втащу. Вот моя супермагия фаталити! Просто... Пшик, блядь! А, и он убегает. Хорошо. Вспугался, видать. У меня больше нету на вторую. Хватит бежать. Что же, пора и нам попробовать. Эй, что-то там его на вкус, что ли. Он кормится нашим гневом. Отлично. Учитывая, как я психую обычно, я его сейчас круто покормлю. А, нет, у меня на него штрафы. Ну, хорошо. Мне надо вернуться и качнуть ловкость. Мне кажется, я уже накопил. И тогда... Наверняка вдруг за пляж, чтобы... Да, потому... Не, все-все за пляж, потому что... Сука, у меня будет такой... Ну, такой меч. Ну, такой вообще. Всех уничтожить здесь, нахрен. Выкашу этот курятник. Ну? Ну, давай. Выкасти уже. А, сука! 200 не хватило. Ёб твою. Еее. Еее. Как тот меч назывался? Гребанная сортировка. Блядь, что, 18 ловкости надо? Серьезно? Мне почему-то казалось, что 15 вообще-то. Где-то, чувак, я решил тебя все-таки вытащить. Чувак! Чувак! Побрал эту сортировку упорства. Это не... Меч не упорство, это меч упоротость должен называться. Меч упоротость. Меч упоротость. Очень долго все это делается. Хоть с перчаткой разобрался. О, покажи, покажи, мастер-класс. Идем вперед, надеемся на лучшее. Я... Мимо сюжета, к сожалению. Ну, все же знают, что я лох, играть я в игры не умею. Поверить не могу. Это не зал. Это другой мир. Настоящий. Я с Микки Маусом сюда пришел, как вы понимаете. Выглядит знакомо, но... Словно детское воспоминание. Искаженные, не полные. Вот этот луч света. Это устройство. Да, похуй. Пора искать сокровища. Кто нашел, тот и красавчик. Да что у него? Что это такое вообще стоит? Чувак с двумя мечами? Господи, надеюсь, это мой кореш. А, это кузнец стоит. Ёпта. Вот и ты, хрен ослиный. Приходят и уходят, уходят и приходят. Да мне насрать. Я кузнец. Я не могу никуя. Чё ты ищешь кристалл? Один особенный кристалл. Кристалл, который может разорвать преграду между мирами. Разорвать так, как рвут жопу в порнофильмах негры с большими членами. Для кого-то я кузнец. Для кого-то я пиздец. А, это быстрый. Но косой. Смотрели фильм «Быстрый и мертвый»? Вот он. Хе-хе. Ну, магический осколок. Что-то новое. Что? Я мог так? Бегом пролетить? Ладно. Не буду сам себя расстраивать. Нахрен надо. 31. Ха. А как выглядит? Блядь, как полная тряпка. Хорошо. В этот я уже и руну ставил. Видишь, подбираем одежду не по нужным статам уже, а по тому, как выглядит. Это база. Поэтому не судьба была, а доспех у меня сейчас определенно. Даже если бы он был нарисован просто как, 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 я не знаю, как, как нагрудник оптимуса прайма, блин. Попробую найти. Хорошо. Да, тебе не повредит ради разнообразия чем-то полезным заняться. Если пойму, откуда они, то могу их перевести. Пошла ты в жопу. Полезно. Пиздец, какой он лысый у него персонаж, да? А когда успевает подбревать голову? У меня вот всегда вопрос был для игр, в которых ты берешь лысого персонажа. Когда ты успеваешь подбревать голову? Вот в реальности ты вот побрил бошку. Она лысая. Она прям, блядь, лысая. Но на следующий день уже появляется щетинка. Еще через день уже, пиздец, уже отрастает. Так вот, когда, спрашивается в играх, ты поддерживаешь свою лысину? Я не могу полезным заняться. Я бесполезный, я не могу заниматься ничем полезным. Значит, канал переименовывать придется. Дура тупая. Блядь, ну как мимо-то? Не достал. Маленький ключик от западной прихожей. Сюжетный предмет. А западная прихожая, это где-то вот здесь вот. Сиджите. Север, юг, запад. Слева, значит. Будем считать, что север это комната. Западная, значит, вот эта. Ну, давай сейчас смотрим. Западная прихожая. Ха-ха. Так. Дверка внизу где-то, да? Просто потом я вообще нахрен забуду про этот ключик. Вот эта, по-моему, да она? Да хули заперта-то, ёб твою мать. А отчего этот, блядь, ски, маленький ключик нахуй мне тогда нужен-то? Ёб твою мать. Аж бесит. Ну, что за хрень-то? Ебланство какое. Может, надо сундука в западной прихожей? Охуительно, блядь. Жалко. Я сейчас ему, блядь, его маленький ключик в жопу нахуй, в его мёртвую засуну, блядь. Потом приду, блядь, и разработчику нахуй, не знаю, голову, блядь, битой бейсбольной почешу, блядь, за такие шутки. Ключик, блядь, маленький. Ищи, ищи. Это залупы, блядь, от конского. Вот нахуя они заставили меня, блядь, просто возвращаться назад, блядь, с этим ключиком, который никуда не подходит. Ну, ёб твою мать. И что? Появилось ли у меня дополнительное очко, мне интересно. Табуретка из Баунд Байфлейма, ты ли это? Лазучик. Вот ты был лазучик, станешь миньечек. Ой, а под ногу к ней лучше не попадаться. О, удар, пиз... Она ударила своим духом, бремя, лицо. Вот в бою с ней можно и тяжелый бой броню напялить, потому что... А, она задней ногой бьет, у меня вертушка такая, нахуяйте. Я думаю, что лечиться пошла. Сейчас и сдохнет. Дура. Не, ну по делу я ее захерачил, да? Зато с первого раза. И мне вот еще остался килограмм свининки. О, он дубил какой. Рулечка такая аппетитная. Здесь танцуют диско. Чик-чик-чик. Ой, вообще. Просто жест Шаукана такой победный. Из третьего комбата на Сеге. Он тебе так руки разводит. Ага. Ой. А он и эта пиздося стоит. Может она мне даст аптечку? Пожалуйста. Или она мне сейчас щелбан даст, и я подохну. Ты меня это, даже по-дружески по плечу не хлопает, потому что на мне муха сядет, и я рухну. Омегон играл в Афтеримейдж. Не, навряд ли. Прям навряд ли, навряд ли. Что, ты собираешь с детскими табличками? У тебя их и так слишком много, давай помогу. Что-то, блядь, хитро выебанная какая-то сложная. Нет, спасибо. Хорошо. Пока. И берегись змей. Каких змей? Я одну только змею вижу, которая хочет отжать мои таблички. Урос, лефа. Я просто не доверяю всем этим существам, которые кровоточат целый месяц, и при этом не дохнут, как сказали в Южном парке. Поэтому она не получит мои таблички. Но одной рукой он ей, естественно... Рахит, блядь, иди, сука, манную кашу, жуй. Вообще, вау... Надо было атлет меньше хавать котлет. Блядь, дубина-то хоть помахает, или копье, что это? Рахит, блядь, иди, сука, манную кашу, жуй. Вообще, вау, вообще баран. Кипать. Вот это у тебя, ну и кислый у тебя бицепс, однако, муфлон. Вау, какой сильный удар. А, вот он. Я думал, он подсечку выдает. Такое чувство, что изжим... О, саглядит. Это спарта, мать вашу. Какой сильный удар. А, вот он. Я думал, он подсечку выдает. Давай сюда. Такое чувство, что изжима. Меновка вышла. Охуеть. Очень мудак. Чё там внизу-то хоть, мать его. А-а-а. О-о-о. Неплохо. Сейчас я чё-нибудь исполню, подождите. Блядь, нихуя. Мне кажется, что ты не исполнишь. Это без комментариев, конечно, то, что сейчас случилось. То есть ты зацепился за усик этого ануса и умер, что ли? Исполнил. Это он сказал, что он что-то исполнит. Вот классно исполнил он. Я не понимаю, чего эта игра хотела в этой ситуации от меня. Татуировка на человеческой коже. Сюжетный предмет. Нихуя себе. Я ему что, с ебалок уже отрезал? Простите за мой французский. А, это у него точно игра. Я такой смотрю, думаю, YouTube, что ли, тормозит? Что за фигня? Проворный солдат спрашивает, что это такое было. Все, труп. Чуть мы... Это он про чемпиона, видимо. Все-таки рано я пришел. Я убил босса раньше, чем должен был. Я красавчик. Просто безумно офигенен. Да-да-да, это точно, точно-точно, как первый босс сделал. Блядь, я тебе нахуй застрелю, пидораса. Охуеть, он меня до смерти, блядь, заплясал. Охуенно. Надо было, как в Индиана Джонсе, если была бы пушка. Там, что-то там, ну, там, что-то это, еще раз, просто с пистолета и пошел. Не, ну, что это за спам, дерьма? Что это такое? Охуеть, он меня, он меня до смерти, блядь, заплясал. Охуенно вообще. Это отец, наверное, Танжера просто. Вот он где находился все это время. Батя Танжера. Танец пламени танцевал. Сто процентов. А, блядь, меня же не смотрят анимешники. О чем я? Не пойму даже о чем. Пиздата, пиздата. Я аплодирую стоя, блядь. Лучше хуй придумаешь, блядь, босса. Моба, блядь. Который, блядь, охуенно быстро, блядь, ебашится. Сука, вокруг себя крутит мечом, блядь. К нему хуй подойдешь, хуй убежишь. Классно, блядь. Магия-то полезная. Смотрите, я ему щит разорвал и жопу, блядь. Следуем за щитом. Ну, ничего, хуй сос, блядь. Вставай там, давай еще подеремся. Что-то говно, блядь. Гандон хуев. А, о. Ему как бы пофигу, что тут в него еще и стрелы в спину летели. Странно, но он выжил. Блядь, дохуя от вас с помощью, пацаны. Спасибо, блядь, что вы есть. Это был последний? Ага. Не стоило тебе ввязываться. Да, мы хотели постоять. Я займусь, если не забуду. Спасибо, скажи, когда в лаборатории будет тихо. Ебать, через год приходи, может там потише станет. Когда узбеки перфоратор выключат. Так, что еще? И перестанут по видеосвязи говорить. Ха-ха-ха. Раненые, да? О, что это тут со стеной? Она выглядит не очень надежной. Но строили на совесть. Да, в игре, как и в реале, в больнице на всех коек не хватает, да? Что это он делает? Он молится свечкам? Интересное занятие. Помоги нам, бог, парафина. Использовать. Использовать старика. Давайте используем. Откуда ты знаешь? Может он себе лоб грел? Лицо согревал под свечками? Может быть нюхал парафин? Может ему нравится этот, знаете? Терпкий, интересный запах парафинчика. Пользуйся. Пользуйся. Паут. Мммм, парафинчик поутру. Время хаке не меня слухает в планетарии. Хотя нет, если бы нравился бы парафинчик, он бы его в глаза закапал бы. Вот старика. Давайте используем. Время хаке не меня слухает в планетарии. Бля, ужасно, нахуй. Я даже... Я сказал, а потом представил. Прикинь, свечка вот эта накапать в глаза. Аааа! Жесть какая-то. Господи, что я представил, что я подумал. Мы встретимся там. Ой, блядь. Чё мы сразу туда в планетарии не встретились, я стесняюсь спросить. Может, я чё-то не понимаю, но вы могли меня там встретить и не ждать меня здесь на балконе, блин. Два осла. Или они там чисто курили, стояли, ждали, когда я там, блядь, всех убью. Сзади какой-то проститут, блядь, нарисовался. Посмотри, змея, ебаная. Отлично. Харкин. Каслоу сказал, ты одержал победу над владыками Рогеров. Моим бойцам такой подвиг оказался не под силу. Блядь, ну какой уж такие бойцы, сказал бы я. Я защитник людей, лишь я стою между ними и Адыром. И я буду сражаться, пока не смущу в последний сдох. Блядь, дай ему меч, пусть идёт в бой. Адыр, блядь, ну и имя такое, знаете, то ли узбек, то ли монгол. Адыр, Агаа, ты. Адыр, Задена, хуй. То есть... Агааа, или... Зады, то это уже турок уже. Чё надо, хозяин? С порогером втащим, да? Нет, Харкин, я говорю про Бога. Убить Бога? Блядь. Если только Христа, он его уже один раз... Без, ну... Я понимаю, что тебе хочется пошутить, но давай без этого. Бишь его сердце и покончишь с его существом. Давай без этого, давай, не, не будем так. Я понимаю, что не все войны в церкви Харкин. Буду иметь его вверх. Пускай ищет пумбу. А ты пумба, что ли, подожди, брат Симон? Дом. А найду, так и живьем поймию. Слышал я уже ваши речи. Залупывал на плечи. А, нет, там был не Симон, там был Тим... Подожди. Тимон был там. Блин. Ну, почти созвучно. Мы потеряли каких-то хороших людей на our way here. Слышал я уже ваши речи. Залупывал на плечи. Отлично. Полечился, блядь. Этот юнец еще малый глупый, не видал больших залуп. Вообще, блядь, как бог. Давай, гости его, ну... Ты весон, блядь. Вы видите, что главный герой нихуя не попадает, да? Или мне это, блядь, кажется, я не понимаю, блядь? И я сдох. Ну, пизда-то, блядь. Просто нахуй, блядь, по-божески игра сделана. Как, блядь, как надо. Вот прям, ух, прям красота. Главный герой постоянно, блядь, не достает своими короткими ручонками. Получает хуй знает откуда урон, блядь. Просто серийный какой-то ебалый. Короче, в рот в следующей части убьют его босса. Пошел он нахуй. Лучи, блям, разота. Сука, уважаемая власть, гандонища проклятая. Язык вывалил, смотрите. У меня так собака спала после того, как, блядь, ебалась сутки там во время течки. Где-то собаки реально не было день. Поэтому он пришел и спал вот так вот. Прекрасные воспоминания. Зверь повержен. У зверя-то, смотрю, зверь-то большой, а член-то у него не очень-то большой. У него отсутствует, смотрите. Сейчас ему последние бубенчики смахну. Опа. Был католик, стал еврей. Некоторые... Бес бесовщину загоняет, а? Посмотри на него. Последние бубенчики смахну. Опа. Был католик, стал еврей. Некоторые плиты в полу слегка выступают. Люди наступают на них часто. А вы? А я нет. Какой-то странный вопрос. Значит, что плитку кладут? Не надо там ходить. Узбек и намару гаса будет. Среди места там, где ты дрался с трехногой табуреткой. Если согласишься, я тебе кончу покажу. Я надеюсь, это будут твои сисечки. Ну, я надеюсь, как минимум на жопу. Я, конечно, согласен. Я люблю что-то, когда мне... Ну, только не Симона, пожалуйста, а вот все-таки Тяночка. Девочки что-нибудь показывают. Зайди ты, блядь, в пиз... Обычно, когда девочки так говорят, это, блядь, сплошная наебка. Не верю. Не верю. Вообще не верю. В итоге просто покажут какой-нибудь фантик от конфеты. Смотри, какой необычный. Ну, заебал, блядь, нахуй. Как, блядь, драться с таким, блядь, долбоебом, который только вот эту хуйню делает? Поверьте мне, я уже на опыте старый уже. Ебал, блядь, нахуй. Как, блядь, драться с таким, блядь, долбоебом, который только вот эту хуйню делать умеет? А у тебя, блядь, двуручное весло, которым, блядь, главный герой машет, блядь, хуже, чем, блядь, пленный негр кувалдой, блядь, на каторжных работах. Ебать мой хуй, ну и урод, блядь. Размахался, я ему всю жопу уже изрезал. Он от жопного кровотечения должен уже умереть. Ну, а так вот. Вот, значит, хотелось бы сейчас найти эту овцу, которая... Ну, думаю, не стоит пояснять, что я все-таки осуждаю. Но это старый бес, пожилой бес, который не тормозит вообще ни разу. Которая там ждет меня в секретном ходу, чтобы что-то мне показать или что-то мне отдать. Я надеюсь, что свою невинность... Да дай ты полечиться, заебал, блядь. Мудак, нахуй, конченый, блядь. Пиздец, блядь, я ебал. Че тут, нахуй, за загадка, блядь, такая охуительно великая, блядь, что пиздец. Ебал я в рот. Сейчас я, блядь, конечно, возьму, нахуй, карандашик, блядь, пойду к той стене, там запишу, нахуй, эти, блядь, закорючки ебаные, приду в эту темноту. Ну, конечно же, блядь, с бумажкой, нахуй, здесь все, блядь, обойду, блядь, проанализирую, какую, нахуй, мне надо надпись оставить, блядь, и убью, нахуй, бессмертного демона. Пошла, нахуй, блядь. Это пиздец. Вот как, блядь, долбоебы возьмутся, нахуй, что-нибудь сочинять, займите какое-нибудь говно, получается, сосите, нахуй, хуй. Пошел в пизду. Где выход, нахуй, зато говна, блядь. Ноги моей тут больше не будет, ебал я в рот. Вот так, нахуй, у локации, блядь, проходятся. Открывайся, хуйню, ебал я в рот. Пусть, блядь, не знаю, задроты, нахуй, этой хуйней страдают. Ну, тут понятно, даю подсказку. Какая-то хуйня с рунами на земле, блядь, надо, нахуй. Не с рунами, блядь, а руны на земле. И с руны, блядь, бегают эти бомжи ебаные. Идете туда, где этот, блядь, хуй костлявый, забирает у вас черепа человеческие. И там, блядь, рядом на стенке, нахуй, висит эта хуйня светящаяся. Записывайте, блядь, возвращайтесь. И дрочите тут целый час. И, может быть, вам в награду достанется что-нибудь пиздато. А может быть, и нихуя. Все вопросы, блядь, к охуенному польскому, блядь, разработчику. А я рот ебал тут. Ходи ты к хуйне. У меня так уже есть пиздатый щит, пиздатый меч, блядь. И можно убить всех, блядь, кто, сука, не бессмертен, блядь. Все, блядь, а этот портал, нахуй, с этой уебочной загадкой придет. Мне хуйца сосет, говно. Ну-ка иди сюда, блядь. Где говно? Вон он, где уже. Как же, как же ему это уже все надоело? Как же он хочет это уже закончить поскорее? Да, 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 блядь. Какие комбо. Почему у, блядь, у них у всех комбо есть, блядь, а у главного героя нет? У него есть два удара, которые в комбинацию куй сложишь, блядь. Я что-то, нахуй, не понимаю как-то, блядь. Как так-то? О, запиписька очередная. Давайте сами ее почитайте. Я заебался уже, нахуй. Тексты ебаные. Да ладно, вы что, ебнулись? Ты что за хуйной? Иди отсюда, нахуй, блядь, говнище ссаная. Блядь, она меня ебнула. Я, может, что-то, нахуй, не понимаю, но почему я стал так подыхать-то, блядь? Просто адский, нахуй, меня сносят. Может, потому что ты до сих пор ходишь в ватных доспехах, потому что они более красивые? Ебанутся, блядь. Или нет? Бля, пиздец, какой геморрой. Ну, ебаный ты, блядь, разработчик, нахуй. Ну, согласись, только долбоеб такой хуйней занимается. А давайте, блядь, если кто-нибудь будет магом играть, сделаем мобов, которые будут только от физики подыхать, а? Как им, блядь, это понравится? Пусть они, блядь, посохом его стукают, блядь, своим. Ковыряют его там до смерти. А что нет-то, блядь? Все по-честному, хули. Я же должен ебаться с этой магией, ближай, когда вот восстановится эта, блядь, пиздаебанная перчатка, блядь, обосранная, блядь, которая только хуй дрочит, и вот он у него... Эй, ты басура. Мы таких как-то не любим говорить. Что говорить? Не говорить? Пристроиться надо уже к ней. Я легкий, подвижный, пиздатый, казавчик, вообще. Тетеребонькнуть эту палку. И тут вдруг что? Где эта дверь? Где она, блядь? Вы что, хуели, что ли? Кто так показывает-то? Ебал дремал. Что за хрень, блядь? Где-то там дверь, блядь, открылась. Во как нахуй. Хуяси. Блядь, какая цена... Блядь, ну, я не знаю. Вот это, блядь. Учитывая, что я вообще нахуй не понимаю, о чем они пиздят сейчас почему-то. Хотя я проходил игру, я, блядь... Она ищет какие-то ответы, там, какую-то книгу своей семьи. Причем тут этот огромный демон. Но учитывая, что мне драться с ним не очень хочется, она пусть живет. Щит, щит, щит! Все равно придется, да? Щит, 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 в смысле не черт, 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 а мой щит. А-а-а... Зацарапал все-таки вот этими когтяшками до смерти, падло, эту вонючую. Слушайте анекдот. Вчера полез устанавливать дрова перед новым... ...в первом взгляде на новый этот Call of Duty. А, во время установки драйверов показывала реклама от NVIDIA, типа, испытай свою видеокарту на игре Lords of the Failing. Все, я запустил Lords of the Failing. Блядь, два раза игра нахуй уже вылетела. В итоге после второго вылета критануло видеодрайвер и была восстановлена предыдущая его версия. Ха-ха. Отлично, блядь, проверил видеокарту на вашей... Даже не знаю, что пиздачи дрова от NVIDIA или, блядь, это игра. Ай. Тоже анекдот для вас припас сегодня. Великолепный анекдот. Зашел в Steam. Зашел в Steam посмотреть, там вышла Space Marine 2. Я, естественно, как фанат Вахи... Такой, условный фанат Вахи. Мне нравится вселенная Вахи, но не весь фан-сервис я знаю. И я, как бы, посмотрел на... Что уже Space Marine 2 вышла. Но интересен был факт в том... Не то, что она вышла, а в том... Знаете, вот в Steam есть такая графа рекомендации, на что эта игра похожа. Ну, то есть у вас есть интересы к каким-то играм, и вам предлагают игры, схожие с той, которую вы, как бы, выбираете. И знаете что? Space Marine 2 оказывается схожи с Палворд. Я, честно, я еще никогда так не ржал от души и так долго, как тут. Я просто охренел. Я очень долго ржал. Я такой думаю, что за... Интересно. Интересно. А что, в Space Marine 2 мы тоже ловим покемонов? Или мы сами покемоны? Либо... Либо тираниды покемоны? Что за... Как я это... В смысле? Да, это было необычно для меня. Хороший анекдот. Надеюсь, посмеялись. Идолопоклонник. А кто не верит, можете проверить. Возможно, в Стиме до сих пор. А может, у кого-то даже уникально показывают еще веселее. С четвертой попытки. Сдачи дрова от NVIDIA или, блядь, это игра. Идолопоклонник. С четвертой попытки. Убийц с помощью Черный день. На самом деле, вот это очень интересно. Вот сейчас вот здесь делают. Сразу станет видно, какой из... Респлейщиков, как с Саной... Прошу прощения. Итак. Станет видно, какой из СП-щиков, как... Как, сука, оленька обчатки вырезал свои сливы. И, как бы, делал вид, что он всех убивает с первого раза. Вот здесь они, сука, нежданчиком сейчас подобосрутся, твари обоссаны. Особенно я знаю одного, так, на букву Б, который так любит делать. Как тебе им все-таки засчитали, смотри. Да-да-да. А, а вон в чате пишут. Альтушка для Скуфа похожа на Dark Souls 3. Походу, мне кажется, рекомендации Steam с ними что-то не так. Они сломанные. Чемпионы я со второго раза ушатал. Ушатал! Сучи, вообще. Нереальный сюжетный поворот. Я надеюсь, вы успели вцепиться в ручки своего кресла и не вылететь с него просто на этом крутейшем вираже. Что за руну дал мне Адыр? Тупой вопрос, конечно. Я не знал, что такая руна вообще может существовать. Это же, блядь, плюс 9 урона. Пиздануться можно. Блядь, просто, просто ракета булава, ёпта. На протяжении всего этого времени, что я сейчас читал вот этот вот нереальный сюжетный поворот, у меня была одна единственная мысль. Господи, ну и хуйня. Сука, рептилия вонючая, блядь. Склонись перед человеком, я твой бог. Крут. Заблудшие братья были просто порваны, как трусы на проститутки. О, еще пришли, блядь. Пацаны, мое почтение. Сейчас разберемся. А при чем дело-то? Почему мне его не прокачать? Что это? А? Вот эту срань. 15, вере, у меня сколько веры. У тебя слишком маленькая вера, ты слишком мало веришь. 15 ли я в глаза ебусь? Как это, блядь, работает? Это хуйня, это, блядь. Я, сука, в шоке, блядь, вообще. Помимо веры, тебе нужно еще верить в партию ее, поэтому, наверное, не получается. Возможно. Представитель основ. Сейчас сотрясем основу кому-нибудь. Вы видели, как труп улетел? Чем выше вы носитесь, тем больше у вас энергии. Спасибо, капитан. Следующая подсказка. Это так актуально, подсказки в конце игры. Ахера, что-то я не понял, что произошло, блядь, но меня убили через щит. Вот что я понял. Пока я, блядь, пытался охуенного мага из себя состроить, блядь. Что, к такому тебя жизнь не готовила, членосос? Смотрите, как его ядом классно раз... Ха-ха-ха-ха. Убивает. Знаете, я тебе еще и вазу в комнате разбил, понял? Мамкину, блядь. Пусть она тебя ж... Лучше бы в нее насрал бы, это было бы эпичнее. Знаете, я тебе еще и вазу в комнате разбил, понял? Мамкину, блядь. Пусть она тебе жопу надерет, когда с работы вернется, чмэрдей. Отравись и сдохни. Ёб твою мать. Ну охуенно, блядь, вообще он меня в щит ударил. Пиздец. Ебанул бы так, что, блядь, у меня герой сразу, нахуй, как драться разучился. Отлично, короче. Ебал я в рот в следующей части, нахуй, закончу эту игру. Что-то, блядь, в конце тут, нахуй, вообще невероятное началось, блядь. Я охуею без баяна. Тяжелые будут сбиваться. Ну как он через щит пробил, я не понимаю, блядь. Совсем охуел, что ли. Абсолютно риторический вопрос. Да, лучник здесь охуевший парень. Ты ебись, отъебись придурок. Дурак ебаный. Почему, почему, блядь, я же не выпил. Анимация оборвалась. Тебе удалось проявить себя. Обалденно. Я сам в шоке, что мне удалось проявить себя в этот раз. Но я знаю, что еще чуть-чуть, и реально позвоночник головного героя высыпется в трусы из-за такого веса, который носить на своих плечах надо. Ты задолбал, ниндзя, сраный. Ты будешь умирать? Я не могу, как они умирают от ядового, блин. Почему они идут на взлет, я не понимаю. Ёпт твою мать. Да это ж, блядь, просто Чак Норрис какой-то с двуручником. Нет, то есть на взлет тебя не смущает, да, ничего? А то, что ты каждый раз, умирая, делаешь 360 вокруг оси, да, вообще нормально. Он мне дал подсрачника, как бы. Вы видели? Прыжок навстречу друг другу, показали в слоу-мув. Вау. Я просто, блядь, дурею уже, нахуй, от этого захвата цели. Блядь, ты долго будешь бегать, нахуй, уже блевать, блядь, охота. Не план, блядь, недоделанный. Ту-блюдок, блядь, а. Просто, блядь, Супер Марио, нахуй, активировался какой-то, блядь. Значит, просто смерть к ним пришла. Я, блядь, не понимаю, нихуя по-вашему, по-албански. Вы можете, блядь, нормально писать, что... Великая ноша, ну... Тебе просто надо на польском языке играть, поэтому все поймешь. Хотя не исключаю, что если ты включишь польский язык, там будет курва через курва. Сундука из планетария, сюжетный предмет. Пойл, Миха, ёпта, я что-то говорю, ключами открываются. Так, перчатка, перчатка, красная, надо. Где эти, возьму красный. Не, елдак только красный есть, но главный герой не хочет там еще отковыривать, к сожалению. Открывать. Так, это что за придурок сидит? Облегчить твои страдания. Ох ты, блядь. Симулянт, да у нас тут, блядь, симулянт от армии закашивал, вы посмотрите. Коняга призывного возраста сидела тут, прикидывалась, блядь, дурочка. Я тебе, блядь, прикинусь, ну-ка быстро на фронт, тварь. Нихуй. Не, вы поняли, да? Он присел обратно и восстановил жизнь. Содержит ее. Сила рождается, слабости, слабости, блядь, иди нахуй. Ну, спасибо за объяснение, говорит Харкин. То есть мы оба поняли. Там сейчас адыру в жопу, ой, не адыру, этому ананасу. Видели порнофильм первый раз в ананас? Нет? Сейчас покажу. Игра обещала то, что от любого решения в игре зависит финал, судьба персонажа. Пиздоболы. Очевидная пиздоболы. Это все разводняк. Игра закончилась вообще ничем. Мне сказали, что я проявил доброту, несмотря на то, что я убил нахрен этого копейки. Вот поэтому, поэтому свои опять копейки вставлю. Поэтому серию Lord of the Fallen так я и не осилил, и не полюбил. Мутная вселенная. Очень мутная, очень почему-то вот не зашла. Игра закончилась вообще ничем. Мне сказали, что я проявил доброту, несмотря на то, что я убил нахрен этого капитана. Не проявил интереса к секретам мира. Да меня никто не спрашивал, как бы. То есть, вообще, руна вот эта, которую я выбросил, восстановив равновесие. Блин, плюс 9 урона к оружию, блядь. Чем она такая великая руна-то? Это, чтобы вообще ее в конце игры упоминать. А на упоминание даже не стоит. Просто плевок какой-то, блядь. Последний босс, полный фуфел. Один из самых простых, наверное, в этой игре. Проще даже, чем первый, потому что когда с первой встречаешься, еще играть не умеешь. Многие пытались влиять на мое мнение. Я считаю, что комментарии типа, ой, эта игра не так уж и плоха, а что ты ее обсираешь. Это попытка повлиять на мое мнение. Ну, я это так воспринимаю. Но, как ни крути, эту игру пиздатой считать не за что. Только если бы вы в Dark Souls. Действительно, они играли, и вы в восторге от этой боевки. Потому что не понимаете, под что она косит. То есть, блин, сюжет просто bound by flame чистой воды. То есть, какая-то херня, какая-то херня, и херней закончилась. То есть, игровой мир очень маленький. Игровой мир размером просто с две DLC для DS. Одна из них в реальном мире, другая за порталом, там, в мире рогеров. Какие рогеры, чего? Почему, кроме Адыра, другого бога нет в этой вселенной? Слушай, ну, отчасти я понимаю, Берса. Отчасти я понимаю. Конечно, многим может зайти чисто стилизация игры. А стилизация, она, в принципе, не плохая. Но я даже не назову ее каким-то устоялым соузлайком. Ну, не знаю, она мне больше Dark Souls напоминает. Dark Seed или как он там. Там про вестников апокалипсиса, так сказать. Тоже там ходи, бей какую-то херню, лутай, одевай на себя. В основном во второй части это особенно начало раскрываться. Какую-то херню вот эту на себя. Одеваешь, что-то там какие-то кисельные боссы, кисельные боевки. Прикольно и графонисто выглядят. Ну, окей. Это что-то, это ближе, знаете, это ближе к слэшеру, чем к соулсу. Хотя второй Lord of the Fallen, который вышел, да, там, в каком-то 23-м году, в каком-то там, может, по счету. Я просто не слежу за серией, но знать знаю. По-моему, вроде как более приближенный к их соулсу. Хотя хэзэ, еще посмотрим. Опять же, сам не играл. Слышит, слышал. Что-то кусочками успел посмотреть со стороны. Такое себе, я вам скажу. Я тут смотрю, даже до Вульфенштейна добралось. Хорошо, что первый, наверное, во втором. Второй, наверное, без Вратли снимал. А то я боюсь то, что он может говорить во втором. Что ж, ребята, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, кто не подписан. И увидимся в следующем видеоролике. Всем до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok